привет всем дорогие ад скрайбер на связи и сегодня у нас очередной топ топ рейтинга antutu причем мы возьмем средний сегмент ну и в конце этого видео поговорим о флагманском сегменте а любишь ли ты тестировать свой смартфон лично я да и лучше рейтинга на данный момент я пока что не нашел antutu самый лучший самый топовый но кстати не всегда его легко установить на свой смартфон я лично скачал магазин от реалми называется он об маркет и в маркете рейтинг antutu есть давайте сделаем так если мы на этом видео наберем 1000 лайков то будет продолжение этой серии как только рейтинг обновится я сделаю очередное видео ну и небольшой челлендж какой у тебя смартфон и сколько он набирает в antutu пожалуйста напиши в комментариях если не жалко то сделай репост этого видео по-братски ну что ж это скрайп топ давайте начинать начнем мы со среднего сегмента и соответственно будем идти от 10 место к первому месту а раньше в этом рейтинге всегда были только snapdragon и а теперь мтк подтянулись и начали делать крутые чипы и без них конечно же никуда итак десятое место редми ноут 12 т про на 10 8200 ультра версия на 12 512 набрал восемьсот восемьдесят шесть тысяч баллов неплохой результат для среднего сегмента но конечно же не лучший далее идет девятое место а пока 12 5g и здесь уже snapdragon конкурирует с ним 7 джентри девятьсот две тысячи баллов в antutu тоже неплохой результат но для компании qualcomm не такой сильный далее восьмое место айку на 7s и это кстати друзья все тоже для китайского рынка здесь тоже деменции 8200 и даже не ультра и те же самые 12 512 но девятьсот семьдесят тысяч баллов обратите внимание два смартфона редми на у 12 про на том же самом процессоре те же самые 12 гб оперативной памяти но а тип оперативки может отличаться ну и конечно же оптимизация самого смартфона очень важно примерно в 100 тысяч баллов в antutu разница между двумя этими смартфонами далее идет айкул z8 тоже на деменции 8200 12 512 и 974 тысячи баллов в antutu то есть совсем на немного опередил айкул нео 7s и 6 место оппо рина 11 5g опять-таки деменции 8200 12 512 абсолютное повторение всех версий и здесь девятьсот девяносто одна тысяча баллов в antutu а далее идет на пятом месте редми ноут 12 turbo на snapdragon 7 плюс джен 2 версия уже друзья на 16 гигов и 1 терабайт а напомню это важно во первых может использоваться оперативная память в этом тесте и конечно же внутренняя память которая может подыгрывать основной и здесь уже перевал за миллион один миллион сто тридцать пять тысяч баллов то есть достаточно далеко ушли далее realme gt neo 5s и тоже snapdragon 7 плюс джен 2 16 гигов оперативки и один терабайт встроенный один миллион сто сорок пять тысяч баллов в antutu и переходим друзья к тройке лидеров абсолютные лидеры среднего сегмента это redmi k 70 е то есть по сути это полка x6 pro чуть-чуть измененный чуть доработанный и так далее здесь и деменции 8300 ультра не так мы видим что мтк абсолютные красавчики тоже в тройке лидеров 16 и 1 терабайт встроенной в antutu 1 миллион триста семьдесят четыре тысячи баллов это уже друзья достаточно серьезно для среднего сегмента на втором месте компании realme gt neo 6s и это конечно же новинка этого года здесь на dragon 7 плюс джен 3 то есть сам последний процессор по сути от этой компании в среднем сегменте и набирает он 1 миллион триста восемьдесят одна тысяча баллов в antutu хороший показатель для среднего сегмента но и первое место здесь забирает компания one класс называется смартфон one класс эйс 3 в он базируется на snapdragon 7 плюс джен 3 точно такой же процессор установлен на втором месте но в antutu один миллион четыреста семьдесят три тысячи а версия на 12 512 гигабайт и так друзья средний сегмент забирает компания one класс со своим snapdragon но и во флагманском сегменте разыгралась нешуточная такая борьба и на самом деле не обошлось без сюрпризов начинаем с десятого места здесь и в его x100 ультра на snapdragon 8 джен 3 конечно же 2 миллиона двадцать четыре тысячи баллов в antutu то есть переходим за 2 миллиона спокойно и это уже десятое место далее то же самый концерт но уже айку 12 pro здесь тоже snapdragon 8 джен 3 версия также 16 на 1 терабайт и здесь уже 2 миллиона двадцать четыре тысячи девятьсот девять баллов в antutu то есть здесь разница почти минимальная далее идет опять-таки vivo x fold 3 pro snapdragon 8 джен 3 16 512 2 миллиона тридцать три тысячи баллов antutu то есть разница друзья совсем небольшая седьмое место его x100 с про и здесь уже идет деменции 9300 плюсовая версия 2 миллиона баллов 43 тысячи далее идет айку на 9 с по хороший флагман вот этой компании на деменции 9300 плюсовая версия 16 512 2 миллиона 43 тысячи баллов в antutu но и пятое место vivo x100 про прошка почему-то оказалось сильнее чем ультра тоже на деменции 9300 не плюсовая версия то есть обычная 16 на 1 терабайт и здесь показатель 2 миллиона сорок пять тысяч баллов в antutu но если взять вот первый сегмент первый пласт смартфонов все смартфончики хорошие и и кстати здесь представлен только концерн или же холм биби кей но вот в его по сути забрала с айку все что можно по низам но обратите внимание разница между этими смартфонами абсолютно минимальны переходим к четвертому месту и здесь есть хоть какой-то отрыв айку 12 на snapdragon 8 gen 3 версия 16 на 1 терабайт 2 миллиона 79 тысяч баллов в antutu айку 12 кстати скажу что очень хороший смартфон очень приятный смартфон со всех точек зрения зря его не выпустили на глобальном рынке да и вообще в принципе компания и к в этом плане пока чтоб тормозиться ну и тройку лидеров открывает red magic 9 pro плюс на snapdragon 8 gen 3 здесь тоже 16 гб оперативной памяти и 500 12 встроенный 1 миллион восемьдесят тысяч баллов в antutu посмотрев на этот смартфон вы сразу же определите что это игровое решение и до игровой смартфон занимает третье место хотя по факту он должен быть наверно самый мощным самопроизводительным потому что заточен именно под игры но все-таки только третье место и здесь snapdragon второе место оба find x7 и здесь друзья деменции 9300 то сделаем вывод в этом году компания мтк постаралась и сделала крутые чипы версия на 16 1 терабайт 2 миллиона девяносто четыре тысячи баллов в antutu ну а кто же на первом месте на первом месте компания в его x100 с на деменции 9300 плюс плюсовая версия 16 и 1 терабайт встроенной памяти это лидер этого месяца по версии antutu набрал он 2 миллиона сто пять тысяч шестьсот двадцать один балл многие возразят и скажет это как так и же смартфоны которые убивают больше чем лидер этого месяца отмечу что в рейтингах за март и апрель устройство с чипом qualcomm snapdragon 8 gen 3 лидировали но в мае ситуация изменилась это может быть связано с отсутствием в топе былого чемпиона asus rock phone 8 pro который в прошлом месяце набрал два миллиона сто двадцать тысяч двести десять баллов в antutu по сути он перебил этот рейтинг и в этом нет ничего удивительного потому что в antutu представлены лишь те модели которые прошли тест как минимум тысячу раз из этого становится понятно что asus rock phone 8 pro эти тесты провалил но поэтому он не попал в этот рейтинг и так какие выводы можно сделать по этому рейтингу раньше здесь худо-бедно но все-таки как-то появлялись силу ми редми кино и другие смартфоны в этом месяце компания биби кей или же холдинг биби кей забрал абсолютно все кроме нескольких мест и так абсолютный топ его x100 с на деменции 9300 плюс на самый мощный смартфон на данный момент и так поздравляем компанию mtk потому что они сделали крутой хороший прокачанный чип который не то чтобы конкурирует а по сути даже побеждает компании qualcomm наконец-то это время пришло надеюсь на горизонте появится и еще другие интересные чипы которые ворвутся в эту борьбу и покажут хорошие отличные результаты с вами был я и скрабер большое спасибо что досмотрели это видео до конца обязательно подписывайтесь на этот канал влепите лайк этому видео ну и напишите в комментариях сколько твой смартфон выбивает в antutu всем пока пока